У нас кто нам дал свободу? Нам дал свободу генеральный секретарь КПСС Горбачёв или президент России Ельцин? Я думаю, что основные ворота растворил, конечно, Горбачёв, когда было сказано, что всё, что не запрещено, то разрешено. А Ельцин двигался в этом направлении, большую часть его правления. Я совсем не с ужасом вспоминаю 90-е годы. У нас они были очень даже развеселые. У вас-то да, а в стране-то по-разному. Что значит в стране? А мы не в стране, что ли? Ну, всё-таки, скажем так, богемы, творческая элита, люди, близкие к власти, в том смысле, что властью любимые. И вас же потребляли всегда продукт, который делал Макаревич, его всегда люди, которые были, ну, то, что называется элиты, они всегда любили. Да ну, всегда ли? А мы официоз отделяем, и к вам ходили комсомольские вожаки на концерты? Родной мой, если к нам и ходили комсомольские вожаки, это была не основная наша аудитория. К нам ходили простые, обычные, нормальные люди. Они ходили и до Горбачёва, и во время Горбачёва, и во время Ельцина, и потом во время Путина тоже ходили. И ходят, по счастью. Переформулирую, немножко некорректно высказался. Скажем так, вот люди, которые, собственно говоря, и делали вот эти реформы, то есть комсомольские функционеры, которые стали олигархами, чекисты, они машину времени слушали, а, допустим, Галича вряд ли. Они слушали Высоцкого, да, и они слушали машину времени, а уже вот Аквариум и Галич вряд ли. Шень, ты с такой лёгкостью рассуждаешь. Это вопрос. О них как о каком-то типе животных. Значит, там были очень разные люди, разного возраста, разного уровня образования и привязанностей. Кто-то слушал Галича, а кто-то Высоцкого, а кто-то ни того, ни другого Кобзона слушал, понимаешь? По-разному. Это были разные люди. Но в чём-то они сходились, очевидно, в каких-то базовых вещах. И это и помогло, в общем, нашу жизнь изменить. Редактор субтитров А.Семкин